всем привет у нас уже заморозки по ночам поэтому мы решили что пришло время сажать чеснок и лук в зиму лук мы тоже сажаем зиму второй год уже будем сажать лука мы сажаем очень много вот уже готовим грядки вот здесь сережа копает уже вторую грядку две вот такие длиннющие грядки будут под лук и одна грядка вот вначале под чеснок в прошлом году мы первый раз попробовали в зиму посадить лук нам понравилось хотя бы потому что это очень длительный процесс довольно таки а весной и так очень много всего садить и соответственно ты делишь свою работу что-то весной делаешь что-то осенью то есть приличная часть работы по посадке переносится на осень соответственно весной нам там минимум что нужно посадить так как лука мы садим много весенние работы у нас растягивались на длительное время а теперь как только сошел снег первое тепло все лук у нас уже зеленеет уже влазит не нужно об этом думать можно приступать только сеять морковку посадки брюквы и так далее так что нам понравилось мы будем теперь всегда осенью садить лук и чеснок на чеснок мы до этого в зиму сажали а лук вот только второй год попробовали ну все поехали и так подготовила луночки под чеснок с чеснока приготовила чеснок здесь 12 головок я расшелушила ну конечно тебя только здесь не хватало 12 головок в прошлом году садили 13 головок я думаю нам хватит за глаза это именно зимний чеснок крупный его видно что это больше чем обычный чеснок вот ничего я с ним не делаю никак не обрабатываю никак не готовлю перед посадкой просто в таком виде в каком он вырос сажаю в землю и прекрасно все вырастает само собой так луночки закончились чеснок нет сейчас еще нужно будет наделать туда подальше луночек да тут вспомнила хотела рассказать что в этом году мы с чесноком провели небольшой эксперимент обычно мы его то есть сажаем и когда приходит весна летом поливаем как обычно как все остальные посадки плюс стрелки которые пускают чеснок мы всегда убирали то есть у нас никогда не оставались стрелки но так как существует как бы мнение что стрелки вытягивают всю влагу и какие-то там микроэлементы до из клубня то их нужно убирать они плохо влияют на это вот но в этом году мы сделали так как нам посоветовали по-другому во первых мы его ни разу сами не полили за весь сезон вообще не поливали чеснок то есть как он весной вырос шли дожди он поливался не было дождей он стоял сухой то есть сами к нему мы не подходили это раз во вторых мы в этом году первый раз не стали убирать стрелки тоже тоже по совету знакомых то есть как он пустил стрелки эти семена у него наросли да то есть даже семена осыпались только мы их немножко загнули эти стрелки а ну ты уже перед самоуборкой да перед самоуборкой чтобы просто он хорошо стал сохнуть мы их поломали а так они стояли эти стрелки росли огромные семена дали вот я все боялась конечно что с чесноком что-то случится дали либо он будет очень мелкий либо он сгниет либо не знаю что то совсем вот будет не урожай но на удивление оказалось все прекрасно вот он пожалуйста нормальный зимний чеснок вырос большие дольки для зимнего чеснока это довольно нормальные дольки вот весь такой чеснок и вырослый то есть он весь вырос не было такого что-то какой-то по сгнивал или наоборот меленький был вполне нормальный зимний чеснок так что мнение конечно разные существуют на этот счет кто-то убирает стрелки кто-то нет но мы вот больше не будем у нас и так все прекрасно выросла все чеснок весь посадили сейчас заровняем эти луночки и можно приступать посадке лука уже даже на вскопанных грядках эти грядки неделю назад копали вот на вскопанных грядках неделю назад даже трава вылезла несмотря на то что температура по ночам минусовая ей хоть бы что вот наш сивок который мы купили купили мы его в леруа мерлен там всегда под зиму продается многие сажают в зиму лук сивок сорт турон кажется ну не то чтобы мы прям выбирали этот сорт что было то и купили просто запомнила название особо разницы я в них если честно не наблюдаю в этих сортах только по форме и цвету ну в принципе он неплохой такой крупненький сивок 900 грамм сетка стоит 225 рублей если кому интересно вот у нас такие цены на сивок вот сейчас будем засаживать вот эти две большие грядки этим сивком будем делать луночки сейчас делаю где-то по 5 до по 5 луночек в рядочке также как чеснок на чесноке тоже по 5 можно конечно поближе так привыкли мы то есть лучше будет им побольше места 5 луковиц в рядочке мы купили три сетки этого сивка с покупаем всегда запасом на всякий случай вдруг не хватит вот ну всегда остается слава богу лишнее выкидываем все равно он не доживет до следующего года вот так вот сейчас луночки наделаю и будем сажать лук опа очень на какой-то камень наткнулась есть все луночки готовы на можно ее садить сюда выбирать не нужно обычно выбираешь покрупнее получится на выкидываешь он весь нормальный будем помаленечку садить сейчас вот так вот не глубоко потом было легче проклюнуться не знаю сможем ли сегодня все грядки обе грядки посадить постараемся обе грядки может быть одну на завтра мы перенесем сейчас эту посадим посмотрим по настроению по времени по усталости все дальше сразу засыпем и параллельно еще траву убирать сейчас буду на грядке травы уже наросло я одну сетку севка посадила пошла за второй перерывчик небольшой сережа перебывает машинки в зиму на шипы встаем да конечно в городе то еще попозже будет перебываться но мы-то за городом живем у нас холоднее гораздо если там ночью ноль то у нас уже минус три бывает а это замерзшие лужи со всеми вытекающими поэтому в темноте на поворотах да поэтому мы перебываемся раньше стараемся перебываться сегодня почти крайний день теплый смысл тянуть да конечно это самое начнется мокрый дождь будет минус два ветер холодный послезавтра уже вот как по погоде у нас по прогнозу обещают снег и на целую неделю каждый день снег 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 понятно что он будет такой идти таять идти таять но все равно ночью уже будет прям замерзши поэтому перекинули колесики с летних на зимние и спокойно катаемся не боимся что мы утром проснулись ехать на работу а тут сюрприз вот и будешь красться в день жестянчика ну пошла я за второй сеткой севка сажать дальше буду все одна грядка готова я ее посадила прополола вот это остался севок со второй сетки еще где-то половина чуть больше на одну грядку примерно полторы сетки ушло чуть чуть меньше полутора сеток вот так сейчас примемся за эту грядку сейчас сделаю на ней луночки досажу сюда вторую сетку вот а дальше посмотрим уже вечер по времени сколько это займет возможно остальное завтра досадим все закончилось у меня вторая сеточка севка пойду за третий сейчас все все таки посажу сегодня чтобы уже на завтра не переносить чуть больше половины грядки осталось посеять на этой грядочке как-то дело побыстрее идет потому что она свежевскопанная так что здесь травы поменьше полоть особо не приходится поэтому все быстро и естественно я до конца сегодня все посажу на тех грядках было больше травы потому что они были вскопаны где-то неделю назад вот а это сегодня здесь дело побыстрее идет пошла я за третьей сеточкой ну что работа выполнена две грядки лука посажены вторую грядочку я закончила севка хватило вот из трех сеток осталось вот такое количество не знаю сколько здесь может грамм сто три сетки по 900 грамм до чего 2 килограмма 700 где-то два два с половиной чуть больше двух с половиной килограмм лука получается мы посадили в зиму кстати еще хотела сказать когда первый год сажали в зиму я боялась что но это было как-то необычно мы никогда так не делали боялась что он сгниет вот не вы вымерзнет зимой до замерзнет нет нормально взошел но честно скажу да не все луковицы взошли были те которые изгнили но в маленьком количестве если вот брать например вот эти две грядки то с этих двух грядок ну если штук десять пятнадцать луковиц не зашло это максимум я их весной прошла посадила на пустых местах еще досадила и все в принципе на этом забыли мы про лук так что удобно все работа сделана считай весной ты себе время уже побольше освободил для остального так у нас время сейчас восьмой час вечера я вот думаю что наверное уберу я сейчас ботву от цветов так жалко отсвели а все у нас мороз был видите бархатцы мои все погибли завяли морозом их прибило так что смысла и больше нету здесь держать возьму сейчас наверно ботву это все по вырываю все закончили мы работу на сегодня наконец-то мы свободны наши клумбы чистые сейчас покажу все убрала я тоже все ботву вот клумбочка чистая лук посажен чеснок посажем осталась одна капуста капуста наверное где-то через неделю уберем да я думаю морозы где-то через неделю уже будут хорошие да ей достаточно где-то минус 5 можно уже убирать ну а так все сделано все пойдем кормить наших животных кошек собаку кошки тут уже с ума сходят все ноги нам пообивали бегают спотыкаются думают что мы про них забыли кормить все хотят есть да и мы тоже уже время 8 вечера спасибо всем кто досмотрел подписывайтесь на канал пишите комментарии ставьте лайки всем пока пока